Всем доброе утро, приветики. Барочка, ну пускай ляля одни посидят. Привет, сегодня 18 день, 17 марта. Что расскажем мы про наших малявок? Ну вот смотрите на малыша, как он уже хорошо ходит. Иди, малышка. Ну покажи, пройди сюда и иди. Ой, маленький. Ну видите, как лапки задние? Вслед за ним, смотрите, кто идет. Они уже у него прямые. Тизеро, конечно, скажи, как написали, такими спичками, на спиченках, скажи, ходить, такое пузо носить. И рыжик вон уже, да, лапки. Эти вот вдвоем там вошкаются в углу. Девчонки в сером пиву, у нее тоже вот по окрасу, у нее этот окрас вот как-то такой светленький. Ну что ты переживаешь-то? Вот ты мамаша беспокойная. Что же это за мамаша такая? По поводу цен, по поводу брони, у кого есть желание, пишите в соцсети. По поводу доставки, не доставляем щенков. И мы готовы как бы передать, ну, щенка в другой город при условии, если хозяева сами за ним приедут. Я просто хочу уточнить, что мы живем в городе Кемерово. Для кого-то это очень далеко, кому-то это может быть не так далеко, и он может приехать, не вопрос, да? Ну, в принципе, со многих городов у нас есть возможность, у нас, в принципе, аэропорт есть, многие могут прилететь. В Питер есть у нас рейсы, в Москву у нас прямые рейсы, вот. Такие города, как Омск, Новосибирск и Красноярск, это, в принципе, можно на машине доехать, также и Барнаул. Решили, значит, вам показывать только вечернее взвешивание. Взвешивать мы будем по-прежнему два раза. Кому интересно, смотрите таблицу, которая обновляется ежедневно. Вот он бутузик, вот бутузик. Нравятся руки всем, причем всем. Ну, конечно, тут под присмотром бабушки и мамы. Нравится. Да, сказы, нравится. А еще я заметил, смотрите, она боится щекотки. Мама Оливия, кстати, так же. Белла как-то не боится. Вот такого я не замечал, чтоб вот. Вот, а эта, видите, дергает чуть-чуть, так подмышками, грудка. Ах ты, девчонка! И нравится. Вы сами увидите, что ей нравится. Да, нравится, конечно. Беллочка, ну ты как всегда. Сейчас сама же убежит. Вот только стоит отойти. Да? Ну, конечно, запахла мамкой, да? Нет, нет, все равно хочет. Играть со мной хочет. Нравится. И когда я глажу ее. Ай, какая. Смотрите, как она активна так. Ай, нравится, как играть ей. Ах, нравится играть. Просто мне встать не дает. Она сама заваливается. Вот, видите, она лезет, просит, чтоб я ее... Ах, она красавица. Ну, такая мягкая уже девчонка. Шерсть прибавляется. Вот так. Ну, пытается ходить. Хорошо, головку держится. Интересно. Кому-то сейчас не повезет. Она может так уснуть. Кстати, часто бывает. Они начинают через друг друга перелазить и на этом засыпают. Видимо, сил не хватает. Вот, смотрите, как пристроилась рыжурка с крепышом они. Сейчас спать будут так. У нас такое ощущение, что щенки стали на звук реагировать. Сейчас поставим чуть-чуть. Это вот, а потом... Я думаю, что можно проверить. Вот взять такую игрушку, попищать немного. Тут у нас мешает, конечно, нашему эксперименту взрослая, которая тоже не прочь полаять. Ага, видите? Заинтересовался крепыш. И вообще ушки у них, смотрите, стали вставать. Да, ну, однозначно они начинают слышать. Не так хорошо, наверное, но слышать. А еще, знаете, у нас какая новость? Маша сейчас поделится ее. Ну, мы хотели вам сказать, что мы уже теперь знаем буковку, на которой у нас будут щенки имя. В общем, у нас буковка Ю. Непростая буква. Но мы решили сделать так, чтобы все-таки хозяева сами имели возможность выбрать клички своим питомцам. В месяц мы будем объявлять брони. Тот, кто уже будет, как бы, ну, конкретно желать купить щенка, у него будет такая возможность, пока мы... До актировки. Да, до актировки, до того момента, как мы будем оформлять все документы, будет время придумать имя щенка. Ну, а если щенки не будут до этого времени забронированы, тогда будем думать сами уже по поводу кличек. Ну, конечно, к вам. Если есть какие-то, да, идейки интересные, можете писать. Любые идеи, они помогут, и заодно и нам, и будущим владельцам этих наших крошек определиться с кличками. Так что будем мы очень признательны, если вы откликнулись на нашу просьбу, и тем самым поможете будущим владельцам наших щенков с кличками. О, смотрите. Сразу таки... Слышит явно. Ну да, они чапают. Это рыжурка, да, у нас? Они чапают как раз прям на звук. Смотри. Сейчас повернусь сюда и пойду. Смотри, рот. А рыжурка хочет даже петь. Да, что-то хочет сказать. Да, мы тут мамку убрали. О, видишь? Бурчит что-то. Ты жалко. Слышите? Злишься, что ли? Ты злишься, что ли? Это вот бурчит она. А это вот, наверное, как репушь бурчит. Да, это крепушь. Ага, крепушь. А Марлыш тут у меня бегает. Ох, нет. Оливия не терпится поиграть. Мешает нашему эксперименту. Да тихо. Сейчас не твое слово. Понимаешь? Да. Да, Дим сейчас тебе поиграть. Ой, кто тут у меня? Поет она, что ли? Кто тут у меня рот раскрыл? Белла, ложись. Однозначно они нас стали слышать. Ага, и куда ты побежал? Это сегодня 18-й день. Куда ты побежал? Ой, ты певица, что ли? Ой, поет. Ой, ну не трогай. Ты поешь, что ли? Ты мой зайчик. Взрослых этот звук, конечно, осторожил. Вот она, рыжулька. Я не думаю, что что-то случилось. Поэтому кинулись. Было привыкло, что они пищат по какому-то поводу. Ох, молодцы какие. Ну вот, что не день, то новость у нас, да? Ну, видишь, они на звук все идут. Все, включая старших. Ну, не тебя же я зову. Не тебя, Харат. Ну, как... Вот они, да. Уже тут у нас скрипы, и что же. Отзывается. И ты петь хочешь? Ну, спой. Спой. Как поет Оля? Все поют у нас. Вот, скажи, распели, да? Маша решила прикормить тут у нас. Ага, мы когда еще у нас с Олей первый помет был, мы покупали вот такие бутылочки. Специально. Но они почему-то не захотели с них пить. Сейчас попробуем, как эти будут. Поэтому пользуюсь шприцем. О, наяривает. Это вроде бы сосет, да. Ну, как вариант, вы... Мимо, конечно, тоже бежит. Да, как вариант, шприц тоже может подойти. Наши хомяки решили вот поспать. Двое из них бочком, а двое пузиком кверху. Девчонки пузом кверху спят. Так прям интересно легли. Вечернее взвешивание. Первый крепыш. Был 371 грамм. Это утром, да? Да. 389. Молодец. Следующая пивунья была 295 грамм. Это Маша утренние результаты говорит. Мы теперь не публикуем утренние съемки, взвешивание. 307. 307. Кому интересно, в таблице можете посмотреть. 332 грамма весила утром. Это рыжулька. 335. Что-то ты мало кушала. Это у нас малыш. С 53 попытки взвешивания. 292 грамма весила. 297. Ож не поседован. Этому надо все куда-нибудь вылазить. Ему уже это тарелки мало. Это же мальчишка такой. Ему куда-то лезть и лезть и надо. Вот такой у нас был насыщенный день. Мы тогда прощаемся с вами. Всего вам доброго. Всем пока. До новых встреч. Вернее до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.